Девушки отдыхают Заявление о признании дееспособности. Правильно? Да. Понятно. Ну, давайте. Обосновывайте свое заявление. Суду доверяете? Да, конечно, доверяю. А вы? Да, доверяю. И вы доверяете. Прекрасно. Слушаю. Ваша честь, ответчик – моя жена. И три года назад они признали меня по суду частично недееспособным. У меня даже вот решение суда есть. И, ну, в тот момент, конечно, я, если честно, пил. А сейчас… Если честно. Ну, если честно, да. Не пью. Я признаю это, то, что я пил. А сейчас? А сейчас, сейчас все, я завязал. Уже больше года я вообще ничего не пью. Как докажете? А у меня есть даже справка от наркологического диспансера. Я целый год отмечался. Раз в месяц я приходил к врачу, отмечался. И так что теперь я снят с учета. Так что у меня все. И когда они признали меня недееспособным, жена стала получать за меня деньги. И вот в результате этого она начала, как говорится, получать деньги и тратить их уже на себя, а не на меня. Она выделяет мне всего-навсего. Я не трачу ни копейки на себя, не трачу. Ну, как это не тратишь? Все деньги у тебя достаются. Так, давайте мы все-таки… Мне ты даешь всего-навсего 200 рублей. Давайте говорить через суд. Вы пришли в суд, и в суде должны доказать, что имеются основания для того, чтобы ограничения в дееспособности были сняты. Доказывайте мне. Я обратился… Попечителем была назначена ваша жена. Я обратился в органы опеки с заявлением, чтобы снять с меня ограничения. Но они мне объяснили, что это делается только через суд. И поэтому вот я сейчас, как говорится, перед вами. Тем более, к тому же, я сейчас вообще перестал пить. Я работаю, я зарабатываю хорошие деньги. Какие хорошие? Ну, я как слесарь, работаю в нашем ЖКО, зарабатываю 15 тысяч. А во время сезона у меня выходит и больше. Проживаете вместе со своей женой, которая является попечителем сейчас? Нет, сейчас в данный момент… В данный момент мы вместе не проживаем. Почему? Она же ваш попечитель. А получилось все вот так вот. Да, как? Ваша честь. Когда она начала получать деньги за меня, она стала одеваться, покупать себе шмотки хорошие, строить из себя культурную. Я покупаю на свои деньги, не на твои. Я сама себя занесу. Да, конечно, конечно, конечно. Что ты там свои получаешь? Ты мои тратишь. А мне, понимаете ли, ваша честь, выделяется всего-навсего 200 рублей в день. Это просто, чтобы я не умер с голоду. Где живет ваша попечитель и с кем? И где живете вы и с кем? А последний год, ваша честь, мой попечитель, моя бывшая жена, скажем так, она вообще уехала. Почему бывшая жена? Она нынешняя жена. Потому что она сейчас, в данный момент, она со мной не проживает. Она проживает с каким-то хахалем. Не проживание с каким-то хахалем? Я живу с мамой, с твоим сыном. Да, конечно, знаю я маму и сына. Ты… Со мной, со мной. Она нашла себе хахаля. Сначала гуляла с ним, естественно. А потом вообще переехала к нему. И живет сейчас у него. А ребенок? И ребенка забрала с собой. А мне, ко мне приходит, выделяет 200 рублей в день. Ну и бывает раз в неделю щей наварит мне кастрюлю. На неделю это тебе. Как собаки. Раз в неделю. И прихожу раз в два дня. Да какие раз в два дня? И питания достаточно тебе 200 рублей в день. Да конечно. Конечно. Если на водку не тратить хватит. Так. У нас в столовой только больше 100 рублей обед. Роман Олевич, передайте мне, пожалуйста, все документы, которые у вас есть, которые подтверждают ваше заявление. Итак, из диспансера наркологического и психоневрологического у вас заключения имеются. Там даже есть копия трудовой книжки. Да, я вижу. Я уже более 10 лет работаю на одном и том же квартире. Они постоянно от тебя толкутся. Они иногда заходят. Ну мы поиграем в карты. А что нам еще делать остается? Да, карта хорошая карта. В квартире склада пустой бутылок. Зачем они мне нужны? Продолжайте. Да, в квартире склада пустой бутылок. Вы постоянно выпиваете вместе. Но только что вы сказали, что не выпивает ваш муж. Нет, я говорю о том, что он не то, что он пьет. То есть не то, что он вообще не пьет. Он пьет. Документы из наркологического диспансера свидетельствуют об обратном. Конечно, потому что сколько я с ним мыкалась. А нарколог его видит раз в месяц. Извините, к приему нарколога можно подготовиться за три дня. Просто не пить и все. А я его вижу каждые два дня. И вижу его с бутыльников. И эти бутылки, которые он постоянно с ними пьет. Выпивает. Вы, как попечитель, обязаны проявлять заботу о своем муже. Как жена должны проживать вместе с мужем. И ваш муж имеет право, и ваш ребенок, кстати, имеют право общаться друг с другом. А ваш муж утверждает, что вы живете с другим мужчиной. Ваша честь, это не правда. Во-первых, я постоянно к нему прихожу. Вы живете с другим мужчиной или с мужем? Нет, я не живу с другим мужчиной. А где вы живете сейчас? Я живу с мамой и ребенком в квартире у моей матери. Да, конечно, знаем о вашу маму. Не живу ни с каким хахалем, как ты выразился здесь, в гражданском браке. Нет, я живу с мамой. По отношению к ребенку не проявляют никаких отцовских чувств. Потому что, видимо, променяла его на бутылку. Не общается с ним. Ребенок спрашивает, где папа? Папа нет. Никогда не приходит. Но я не могу понять. Вы начали свое выступление с того, что то, что ваш муж не пьет, это целиком ваша заслуга. Теперь вы говорите о том, что ваш ребенок не может общаться со своим отцом, потому что ваш муж, отец ребенка, постоянно пьет. Нет, я говорю о том, что он ведет относительно трезвый образ жизни. Не то, что он совсем не пьет. Как вы можете доказать, что он ведет относительно трезвый образ жизни, и что те деньги, которые он зарабатывает, он не будет пропивать, как раньше? Да мне даже просто одеться не важно. Он не будет пропивать, как раньше. Если его ограничения будут сняты. Ваша честь, я зарабатываю такие деньги? Я понимаю все. Если ограничения будут сняты, извините, у него уже тормозов просто не останется. И у него будет на руках большое количество денег, и если его держать вежу в рукавицах, выдавать ему фиксированную сумму, он не будет их пропивать, то есть он не сопьется, по крайней мере. А если ему выдать такую, если он будет полностью получать зарплату, он просто потом сопьется, и мало того, ваша честь, просто есть еще одна существенная причина. Квартира, в которой он проживает, ему досталась по наследству от матери. Я на нее, конечно, не могу претендовать. Если... Да, конечно, ты только глаз на нее и положила, основное. Неправда. Это все неправда. И при снятии с него попечительства и признании его деспособным, он просто, как и дачу с участком, как и машину, он просто пропьет и все. Да с чего я должен ее пропить-то? Почему я ее должен пропить? Ответьте мне, пожалуйста, Татьяна Павловна, вы не планируете прекратить брак с вашим мужем? Ваша честь, я думаю, что пока нет, так как я ответственна за него и должна человека вытащить из этой ямы. Удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашаются решения суда. Я напоминаю вам, прежде всего вам, Татьяна Павловна, о том, что в соответствии с законом каждая сторона должна доказать те требования либо возражения, на которые она ссылается в качестве обоснования своих требований или возражений, соответственно. Поэтому в данном судебном заседании вы обязаны были доказать, что ваш муж продолжает злоупотреблять спиртными напитками, пригласить свидетелей, принести какие-то письменные доказательства. Понимаете? Для того, чтобы убедить в суд в том, что человек продолжает пить и что употребление спиртных напитков будет мешать в дальнейшем самостоятельно ему жить и повредит благосостоянию семьи, материальному, прежде всего, благосостоянию. Вы этого доказать не смогли. Вы посчитали, что можно прийти в суд, просто сказать, объяснить, сослаться на то, что он может продать квартиру, собственником которой он является? Конечно, может. Если он дееспособен. И если он является собственником, он может и владеть, и пользоваться, и распорядиться, то есть продать свое имущество. Вы не сумели этого доказать. Напротив, ваш супруг принес все необходимые документы и из психоневрологического диспансера, и из наркологического диспансера, и трудовую книжку с характеристикой о том, что не пьет. Поэтому, несмотря на все то, что я как бы расположен, конечно, к вам, и я понимаю проблемы, которые возникают в семьях пьющих людей, я не могу отказать в удовлетворении требования об отмене ограничения дееспособности. Решение суда. Иск удовлетворить. Решение суда. Решение суда. Решение суда. Продолжение следует...